Владивосток. ТП. Сидеть. Лучший город Земли. 26 октября 1975 года в Владивостоке в кинотеатре «Океан» состоялась премьера двухсерийного советско-японского художественного фильма «Дирсу Узала». В основу этой картины великого японского режиссера Акера Курасавы легла знаменитая книга «Исследователя приморских земель» писателя Владимира Клавдевича Арсеньева. Рассказывает о том, что Акера Курасава давно интересовался этой историей и еще в 50-е годы собирался экранизировать книгу «Дирсу Узала». Но тогда что-то там не сложилось, а спустя много лет у режиссера появилась возможность работать на месте событий, которые описывает Арсеньев. И вот что еще интересно. В 50-е годы Курасава хотел снимать уссурийскую тайгу на острове Хоккайду. В 70-е годы на Мосфильме режиссера всеми силами пытались уговорить снимать тайгу не у нас, на Дальнем Востоке, а где-нибудь под Москвой. Уж очень не хотели пускать сюда иностранцев-киношников. Как-никак закрытая территория. Но разрешение на съемки все-таки было получено. Съемки картины проходили в Приморье, под Арсеньевом и в Ольгинском районе, недалеко от сел Молдавановка и Михайловка. Рассказывает, что снимал Курасава только ясными солнечными днями. Уж очень хотел показать зрителю яркие краски уссурийской тайги. Председатель Госкино СССР Филипп Тимофеевич Ермаш по поводу фильма писал в одной из докладных записок следующее. Для съемок фильма Дирсу Зала в соответствии с решением ЦК КПСС от 11 января 1973 года был приглашен прогрессивный японский кинорежиссер Акира Курасава. Сценарий, написанный Юрием Нагибиным, представляет собой экранизацию известной книги Арсеньева. Работу над фильмом предполагается завершить в июне 1975 года. Была еще одна служебная записка под грифом «Совершенно секретно» и за подписью председателя Комитета госбезопасности СССР Андропова о негативной реакции китайской стороны на производство советско-японского фильма Дирсу Зала. В записке говорилось о том, что китайская сторона считает, что в фильме затрагивается советско-китайская пограничная проблема и требует, чтобы производство фильма было приостановлено, или же чтобы он не был допущен к показу. Роль Дирсу изначально планировалась для японского актера Тассира Мифуны, но ему пришлось отказаться, поскольку в это время он много снимался и не мог оставить другие проекты. И тогда Курасава начал поиски исполнителя главной роли среди советских актеров. Просмотрев множество кандидатов, в числе которых был даже известный певец «Скала Бильды», режиссер позвал на пробы 65-летнего тувинского актера Максима Мунзука. Арсеньева сыграл Юрий Соломин. И этот актерский дуэт стал большой удачей для всей съемочной группы. Юрий Соломин, рассказывая о съемках фильма в Приморье, вспоминал, «Арсеньев — это маленький город, окруженный сопками. Отовсюду виден памятник Арсеньеву. В первый день, когда вся съемочная группа отправлялась в тайгу, в городе, похоже, никто не работал. Местные жители никогда не видели киношников, и около гостиницы стояли толпы. Они как будто бы готовились к демонстрации». Артист Юрий Соломин. Артист Максим Максимович Минзук. Лет 70 назад Арсеньев и Дирсу открыли для себя тайгу. Ну, а мы с Максимом Максимовичем открыли для себя новый город. Фильм «Дирсу-Зала» получил большое количество наград, в том числе и премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Но ни режиссера, ни исполнителей главных ролей на церемонии вручения премии не было. Поскольку фильм был снят совместно, СССР и Япония, то одну статуэтку «Оскара» получил японский продюсер, а вторую – режиссер Георгий Данелли, который к этому фильму не имел никакого отношения. Все дело в том, что режиссера просто попросили забрать приз, так как Данелли в эти дни находился в США на кинофоруме в Лос-Анджелесе со своим фильмом «Афони». На церемонии вручения с режиссером произошла курьезная история. Американский ведущий назвал его режиссером фильма «Дирсу-Зала». Георгий Данелли вспоминал, что когда он вернулся домой, в московском аэропорту его ожидал торжественный прием с цветами и транспарантами. А все потому, что думали, что «Оскара» он получил за фильм «Афони». Позже выяснилось, что диктор «Голоса Америки» объявил «Оскар» за лучший иностранный фильм вручили известному режиссеру Георгию Данелли. А вот про то, что Данелли получил этого «Оскара» за фильм «Акира Курасавы» упомянуть почему-то забыли. Но вернемся к фильму. Эта картина действительно позволяет ощутить неразрывную связь человека и природы. Необычайная красота заповедных мест, удивительные эмоции. Этот фильм гораздо больше, чем просто приключенческое кино о путешествиях по уссурийской тайге. Огонь все равно люди. Огонь, сердись. Тайга много дней горит. Огонь, сердись, страшно. Вода, сердись, страшно. Ветер, сердись, страшно. Огонь, вода, ветер. Три сильные люди. Капитан, это самые главные люди. Эти люди пропадают. Все пропадают. А это – другой главный люди. А нам пропрощаться. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Абонika Абоники Абоников